Моей маме 85 лет. Есть одна забавная история. И когда они узнали, что с нами будет 85-летняя женщина, она сможет пройти это расстояние пешком. Сказала, если бы это было 100 километров, я бы еще подумала. Болезнь суставов. Что именно нужно делать? Орган начинает кричать, уменьшить свои страдания. Мы должны снять спазмы. Сделаю я это на примере моей мамы. И вот об этом я хочу вам сегодня рассказать. Дело в том, что болезнь суставов – это следствие длительного и медленного, разрушительного процесса, который происходит в теле и к пожилому возрасту. Этот процесс разрушения достигает такой точки, когда организм уже больше не в состоянии противостоять этой деструкции. И начинаются довольно заметные изменения, которые сопровождаются болями. Как себя вести, чтобы не допустить разрушения суставов – это тема целого, отдельного, большого видео. И об этом мы, конечно, поговорим в другое время. Но в сегодняшнем видео наша задача – выяснить, что же все-таки делать, когда боли уже приходят, и что мы можем сделать, чтобы уменьшить свои страдания. Боль – это всегда сигнал СОС. Это крик тела о том, что внутри неблагополучие. И, как правило, это неблагополучие заключается в том, что сустав перестал получать в достаточном количестве питания. Как мы знаем, питание осуществляется за счет поставки кровью питательных веществ в наши клетки и ткани. И если этих питательных веществ не достает, то есть кровоснабжение нарушено, то орган начинает кричать. И этот крик выражается болью. Почему нарушается кровоснабжение суставов? Потому что, чтобы кровоснабжение было нормальным, кровеносные сосуды не должны ничем быть пережаты. А если мы имеем дело уже с воспалительным процессом, то наверняка у нас уже есть внутри отеки, есть спазмы. И если это имеет место, то кровеносные сосуды пережаты. При этом нарушается нормальное кровоснабжение проблемного места. Поэтому начинается боль. Отсюда вывод. Чтобы восстановить нормальное кровоснабжение, чтобы орган перестал кричать от боли, мы должны снять спазмы, мы должны снять отеки, мы должны восстановить нормальный ток крови по всем капиллярам, мелким и крупным сосудикам и сосудам. В сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с одним действительно чудесным средством для восстановления нормального кровообращения и, соответственно, уменьшения или исчезновения боли. И сделаю я это на примере моей мамы. Маме 85 лет. Многие в этом возрасте уже ходят с палочками, сидят на лавочках и дальше своего подъезда никуда не выдвигаются. И у меня в связи с этим есть одна забавная история. В прошлом году мы совершили моей семьёй, я, муж и мама, и моя дочка, мы совершили путешествие довольно далёкое. Мы ездили на братское захоронение, на могилу моего дедушки, то есть маминого отца. И когда мы по интернету нашли эту братскую могилу, мы связались с волонтёрами и нам сказали, что от трассы до этой могилы нужно будет пройти некоторое расстояние по лесной тропинке. И когда они узнали, что с нами будет 85-летняя женщина, да, моя мама, они спросили, «А она сможет пройти это расстояние пешком?» Я спросила, «А какое расстояние?» Мне сказали, ну, примерно 100 метров. Когда мама услышала про эти 100 метров, она рассмеялась и сказала, «Если бы это было 100 километров, я бы ещё подумала». На самом деле, несмотря на свой пожилой возраст, моя мама может пройти и 5 километров пешком, и при этом она не будет испытывать каких-то серьёзных затруднений. Она не пользуется палочкой, она передвигается совершенно нормально на своих ногах. И при том, что у неё иногда бывают боли в суставах, но мы научились, как с этим жить, как защищать себя от болей, как притормаживать разрушительный процесс, который уже в этом возрасте может иметь место. И вот об этом я хочу вам сегодня рассказать. Так уж устроен человек, что когда у него что-то болит, ему хочется что-то взять, применить это для того, чтобы перестать испытывать боль. И первое, что приходит в голову современному человеку, это взять какое-то лекарство, как правило, обезболивающее, принять его и при этом перестать испытывать боль. Да, это работает, но чем дольше и чаще человек принимает эти обезболивающие препараты, тем всё менее выраженным становится эффект. На менее длительное время хватает этого эффекта. И в конце концов может получиться так, что эффекта вообще больше не наступает. И при этом человек ещё получает побочные явления, которые есть при приёме, ну, в принципе, любого препарата. У нас с мамой немного другая картина. Мы научились не использовать никакие фармацевтические препараты для того, чтобы снять боль и чувствовать себя более комфортно. Мы научились брать другое средство, которое уменьшает боль, которое снимает отёк, снимает воспаление и улучшает кровообращение. Во-первых, это мазь на основе пчелиного подмора. Как известно, пчелиный подмор – это очень мощное целебное средство, потому что всё, что касается пчёл и пчёлопродуктов, это абсолютно натуральное, природное, снабжённое природными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Поэтому мы смело используем такие продукты, тем более, что пчёлы у нас свои. У нас своя пасека, и у нас есть возможность добывать эти пчелопродукты и делать на основе их нужные нам препараты. И вот одним из таких препаратов как раз является мазь на основе пчелиного подмора. В этом видео я не буду рассказывать подробно о том, что такое пчелиный подмор, и как именно он воздействует целебным образом на организм человека. Но если вам это интересно, вы можете перейти вниз под видео и по ссылочке прочитать эту статью о пчелином подморе. И второе средство, которое мы взяли и соединили с этой мазью из пчелиного подмора – это эфирная смесь Диплю. Об эфирной смеси Диплю я немного рассказывала вам вот в этом видео, но там я только слегка коснулась тех областей, при которых применяется эта эфирная смесь Диплю. А вот сегодня я хочу вам подробнее рассказать о том, как же всё-таки работает эта эфирная смесь, и почему именно эта эфирная смесь Диплю первая приходит на ум, когда мы имеем дело с суставной болью. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы соединили мазь из пчелиного подмора и эфирную смесь Диплю, и мы получили потрясающий по своей эффективности препарат, который можно использовать при возникновении боли. Буквально через 15-30 минут боль исчезает, и что самое главное, при использовании этих природных средств мы не имеем никаких побочных эффектов. КОНЕЦ Так, мам, ну что, как сейчас, болят суставы? Нет, совсем не болят. А каким-то лекарством применяешь? Да что ты, я давно уже не применяю лекарства. Вот они мне лекарства. Самое лучшее лекарство – это вот то, что даёт нам природа.